Жан-Жозеф Анж-де-Пуль Прославленный кавалерийский дивизионный генерал, командир 2-й дивизии тяжелой кавалерии в Великой армии Наполеона. Будущий генерал родился 13 мая 1754 года в семье, происходившей из старинного дворянского рода Лангедока на юге Франции. В возрасте 15 лет Жан-Жозеф вступил добровольцем в Королевскую армию, неся строевую службу в различных кавалерийских полках. В войну Первой антифранцузской коалиции Жан-Жозеф начал в звании капитана, но уже вскоре был повышен до подполковника. Участвовал в победоносных сражениях при Вальми и Жемапе. Однако в феврале 1794 года Жан-Жозеф был отстранен от службы народными представителями ввиду своего дворянского происхождения. С этим решением не были согласны солдаты полка конных егерей, в котором служил Допуль. Они заявили прибывшим народным комиссарам, что если Допуль не будет возвращен на службу, полк перестанет сражаться. И Жан-Жозеф был благополучно возвращен в полк и в дальнейшем успешно принимал участие во многих сражениях 1794 года. И уже в июне следующего года декретом Комитета общественного спасения был утвержден в звании бригадного генерала. Спустя год он получил тяжелое пулевое ранение в левое плечо в сражении при Альтенкирхене и выбыл из строя, но уже через несколько месяцев возвратился к своим обязанностям и в октябре 1796 года получает звание дивизионного генерала и пост инспектора кавалерии. В ходе войны Второй антифранцузской коалиции Жан-Жозеф продолжил успешно сражаться с австрийцами, будучи в составе резервного корпуса генерала Моро. И 3 декабря кавалерия под командованием Допуля сыграла важную роль в разгроме австрийской пехоты в сражении при Гоган-Линдене. За умелое и храброе командование кавалерией 24 июля 1801 года первым консулом Франции Бонапартом Жан-Жозеф был назначен генеральным инспектором кавалерии. После создания Наполеоном Великой Армии Допуль в ее составе возглавляет Вторую дивизию тяжелой кавалерии при кавалерийском резерве маршала Мюрата. В войне Третьей антифранцузской коалиции блестяще проявил себя 2 декабря 1805 года в решающей битве при Аустерлице, где провел несколько стремительных атак против русских и австрийцев и способствовал прорыву центра русских позиций на працинских высотах. Наполеон отметил действия храброго генерала и уже следующей весной назначает Допуля сенатором с ежегодной пенсией в 20 тысяч франков. Также успешно Жан-Жозеф во главе своей дивизии сражался против 4-й антифранцузской коалиции, принимал активное участие в разгроме прусской армии в битве при Йенне. 6 февраля 1807 года Допуль в очередной раз покрыл себя славой, на этот раз в арьергардном бою при Гофе, где вместе со своими кирасирами опрокинул и полностью уничтожил 8 неприятельских батальонов и захватил 11 орудий. После этого боя император на глазах всей дивизии обнял генерала. В ответ на это Допуль сказал, что должен погибнуть, чтобы показать себя достойным такой чести. И эта фраза оказалась пророческой. Через два дня в битве при Эйлау Допуль принял участие в легендарной кавалерийской атаке маршала Мюрата на русскую пехоту. Генерал был на острие этой атаки. Во главе своих кирасир вместе с гвардейскими конными егерями Дальмана прорвал несколько линий русских войск. Трижды дивизия Допуля была вынуждена отступать под натиском русской кавалерии, и трижды он вновь собирал и ввел своих кавалеристов в атаку. В последней атаке Допуль опять был впереди всех, и в разгар боя пушечное ядро сразило генерала, раздробив ему правое бедро. Допуль рухнул посреди русских позиций, но тяжело раненого генерала французы успели оттащить на свои позиции. После сражения Допуль был поручен главному хирургу армии Лорею, который немедленно настаивал на ампутации ноги. Допуль от ампутации категорически отказался и был эвакуирован в Варшаву, но по пути 14 февраля 1807 года генерал умер в замке Вронец в возрасте 51 года. Перед смертью Жан-Жозеф написал письмо императору, выразив ему свою вечную преданность. По свидетельствам современников, Допуль являлся одним из лучших командиров тяжелой кавалерии, был отличным солдатом и очень харизматичной личностью. При жизни он был награжден Орденом Почетного Легиона. После смерти генерала Наполеон приказал захваченные в боях 24 русских орудия переплавить для конной статуи Допуля в мундире дивизионного генерала Кирасир. В настоящее время прах генерала захоронен на кладбище Перла-Шез, а сердце покоится в крипте дома инвалидов в Париже. Имя генерала было начертано одним из первых на Триумфальной арке. Триумфальной арке